8 метров над цирковой ареной. Именно на такой высоте в Перми по канату пошли медведи. Этот трюк – часть новой цирковой программы. Как утверждают организаторы, в мире его повторить никто не может. Чем еще собираются удивлять, узнал Артем Казин. Уникальный трюк. Подобное в мире не делает никто. Медведь на высоте почти 8 метров свободно шагает по канату. Внизу его страхует Александр Иванов, заслуженный артист России. Благодаря этому номеру его уже успели назвать «Укротитель медведей». Мы нашли вот такой метод. Сначала на маленькой высоте, буквально полметра. Вот все он осваивается на этой маленькой высоте. Если вы сразу поднимете под купол цирка, медведь просто, конечно, испугается. Под куполом акробатические этюды исполняют не только животные. В новой программе Пермского цирка медведи-канатоходцы за каждым номером. Зрители следят за это и в дыхании. Акробат спускается вниз по натянутой струне, жонглируя мечом. Этот трюк занесен в книгу рекордов Гиннеса. Повезло пермским зрителям сегодня, потому что они только-только отработали в Санкт-Петербурге. И прямо из Санкт-Петербурга приехали в Пермь. Самые беспокойные подопечные, которые сопровождают все цирковое действие, это, конечно, обезьяны. На манеже они выступают втроем, хотя есть и четвертый, самый молодой участник труппы. Но он еще только готовится выйти на сцену. Очень способные и практически выполняют любые трюки, любые задачи, которые мы им задаем. Животные на манеже появляются постоянно. Это великолепные лошади, дрессированные обезьяны, которые передвигаются на ходулях и собаки, и даже кошки. Труппу последних собирали на улицах российских городов. Симба у нас с Нижнего Новгорода. Моти у нас с Хабаровска. Рики с Иркутска. Мила с Красноярска. Первое премьерное представление новой программы Пермского цирка проходило больше трех часов. И даже после его завершения публика долго не отпускала артистов. Очень понравилось. Мы сегодня всей семьей первый раз в цирке. Первый раз. Очень понравилось. В этом месяце пройдет не полноценных 20, а всего лишь 15 представлений. Выходные и праздничные дни. Так что у жителей города Перми и гостей Пермского края есть время насладиться красивым и поистине уникальным зрелищем. Артем Казин, Игорь Печенкин. Вести. Перми.